Билд Не думаю, что стоит с этим затягивать Давайте же начнем, погнали Неотъемлемая часть билда любой школы Именно каноничного билда Это сет этой самой школы На нас сейчас сет школы змеи Советую вам зачаровать броню не на путы Как это сделал я А на отражение стрел Это будет очень хорошо помогать Если вы деретесь с группой противников И там у каждого практически есть арбалет Доспехи нам дают 30% сопротивления колющим ударам 50% сопротивления ядам 30% сопротивления рубящим ударам 40% урона от чудовищ И 40% сопротивления стихия Все доспехи нам дают в принципе такой же пуст То есть одинаково Единственное в чем отличается Это в процентном соотношении То есть здесь например у нас 50% на яды Здесь у нас 10% на яды Ну и так далее Потому что естественно самое большое Что у нас в этом сете Это доспех Но тем не менее Мы с вами размещаем В доспехах глифы На аарт Почему на аарт? Потому что именно мечи у нас бустят этот знак Соответственно Немножечко забегая вперед Этот знак мы с вами и будем использовать в этом билде Мечи Как я уже сказал Увеличивают мощь аарда на 25% каждый И 75% дополнительный урон при критическом ударе Также у нас 15% в шанс вызвать отравление Это мы с вами и будем бустить Из эликсиров Бомб и масел Я вам советую взять Эликсир ласточка чтобы хилиться Эликсир гром чтобы увеличить урон Отвар из лешего Чтобы часть урона возвращалась противнику Который он по нам наносит И также отвар из черта Который дает нам полную защиту от потери равновесия И снижает эффект нокдауна Также если вы хотите Можете использовать отвар из элементали В бою увеличивает сопротивляемость ведьмака К критическим эффектам Чем дольше сохраняется критический эффект Тем выше уровень его сопротивления То есть всякое там отравление Кровотечение Горение и прочее Но я не стал его брать Я взял вот эти два отвара Естественно перед боем мы их выпиваем Выпиваем гром И также выпиваем эликсир Неясыть и кругу Чтобы время вокруг замедлялось Когда мы убиваем противника Если хотите вы можете также выпить полнолуние Что увеличит нам наше хп В данный момент на 2000 Естественно раз у нас билд на отравление То в первую ячейку из бомб Мы ставим чертов гриб Который будет нам при взрыве Испускать ядовитое облако И также лето у нас в начальном ролике К ведьмак 2 Использовал бомбу Северный ветер Которая все вокруг замораживала Поэтому ее мы тоже будем брать Эти бомбы я считаю достаточно канонические В этом билде На мечи мы наносим масла Если вы сражаетесь с людьми против людей Если против какого-то чудовища То против этого чудовища Почему именно важно наносить эти масла Я скажу немного позже Когда мы перейдем в навыки Из арбалетов и стрел Мы ничего не берем Потому что ведьмаки этой школы Этого совершенно не использовали Ну и в принципе на этом все из инвентаря Давайте перемещаться уже непосредственно в навыки В умениях персонажей Из ячейки фехтования Я взял всего 4 навыка А именно Память тела увеличивает урон От быстрых атак на 25% Взял точные удары Которые увеличивают нам Шанс критического урона на 10% То есть у нас будет шанс критического урона Не 75, а 85% И плюс будет критический урон В быстрой атаке увеличен на 75% Также взял навык отражения стрел Но его лучше вкачать на 1 очко Потому что на 3 это достаточно нереалистично Когда стрела отлетает обратно в противника И поставил легкость ног Сокращает урон получаемый при уклонении на 100% Качайте на столько Насколько у вас хватит в принципе очков умений Эти навыки нам необходимы Они являются основными И их ни в коем случае нельзя убирать из этого билда Во-первых они являются достаточно каноническими Потому что как вы помните опять же Из того самого ролика Ведьмак 2 Лето у нас неплохо так уклонялся от стрел И в принципе от ударов Быстро на все реагировал И поэтому навык легкость ног Отражение стрел Это будет очень каноническим И будет вписываться в билд Как нельзя лучше Из знаков мы берем с вами Дальнобойный аарт Потому что во-первых Его Лето достаточно часто использовал Мечи бустят именно этот знак Поэтому мы берем с вами дальнобойный аарт Который увеличивает его радиус на 3 метра Также ставим мощь аарда Увеличивает мощь знака на 25% И шоковую волну Что позволяет нам увеличить его урон До 200 единиц Далее переходим в ячейку алхимии Тут мы берем достаточно много навыков Потому что билд школы змеи Я как считаю именно на них и строится Мы берем с вами повышенную сопротивляемость И приобретенную стойкость Чтобы увеличить порог интоксикации Из ячейки зельеварения Мы с вами берем отложенное восстановление Эффекты зелени исчезают Пока уровень интоксикации не упадет до 70% от максимума Но вместо этого навыка Если хотите вы можете взять ужас Дает дополнительные 25% защиты от атак чудовищ В принципе это не критично Этот навык можно менять местами С ужасом или например с отложенным восстановлением Берем отравленные клинки Масло нанесенное на клинки С вероятностью 15% Может отравить жертву при каждом ударе То есть у нас отравление уже идет не на 15% А на 30% Поскольку у нас этот навык еще на 15% увеличивает И также увеличивает время действия эликсира на 25% Также берем навык закрепитель Масла вообще не стираются И плюс к этому время действия эликсира плюс 15% То есть масла не будут совершенно стираться И урон будет проходить увеличенный за счет масел Также чтобы использовать как можно больше отваров и эликсиров Мы с вами берем навык быстрый метаболизм Токсичность сокращается на 5 единиц в секунду быстрее То есть у нас очень-очень быстро будет спадать интоксикация И также берем навык кластерные бомбы Взорвавшаяся бомба разлетается на части Число осколков 6 То есть у нас будет взрываться не одна бомба, а 6 Почему я взял именно этот навык? Потому что школа змеи специализируется на отравлении И если мы с вами кинем чертов гриб То он разлетится на 6 кусков И естественно отравит большее количество противников Нежели одна бомба Из умений мы с вами ничего не берем Все это запитываем мутагенами подходящими по цвету Красный к красным навыкам Зеленый к зеленым навыкам Синий к синим навыкам И синий опять же к синим навыкам Также из дополнительной мутации Которую можно получить в дополнении кровь и вино Мы с вами ставим ядовитую кровь Каждый раз когда вы получаете урон в бою Атакующий вас противник получает 1,5% от нанесенного вам урона За каждое очко вашего уровня интоксикации Чем больше интоксикация Тем больше он будет получать урон Что кстати достаточно канонично Ведь это будет являться тоже отравлением Навык эйфорию мы не берем Это больше специализируется скорее на билде к школе мантикора Но о нем я буду говорить уже в следующем видео Этот билд нам позволит выпить примерно 3-4 отвара Чтобы была интоксикация впритык И например как это делаю я Выпить 2 отвара И просто остальное добивать эликсирами как можно больше Чтобы хилиться, увеличивать урон И получать какое-то преимущество в бою По полной причем программе Сейчас я вам покажу как этот билд вообще действует И на что он способен Как я уже говорил перед боем мы с вами выпили неясыть Мы с вами можем выпить также лес моребора Но он бесполезен потому что адреналин у нас вообще никак не юзается Пургу пьем Отличное полнолуние И сразу же выпиваем гром Отвар из лешего И отвар из черта Берем с вами естественно сразу же бомбу например чертов гриб И сейчас я уже вам покажу К счастью не на лето из гулеты Потому что мы же с вами из школы змеи в этом видео Поэтому я вам покажу это на охотниках за колдуньями На самом деле навык быстрый метаболизм достаточно противоречив Потому что у нас бустится билд именно на интоксикации Но с двумя отварами у нас интоксикация всего 53% Поэтому я предлагаю ее увеличить еще одним отваром А именно отваром из суккуба Он нам увеличивает силу атаки в течение боя до тех пор пока она не достигнет максимума То есть это достаточно круто потому что Интоксикация у нас будет на 80% Сила атаки у нас будет увеличиваться за каждый удар на 1% То есть до 100% И плюс еще к этому благодаря навыку быстрый метаболизм Мы с вами сможем принять очень-очень много эликсиров Чтобы например подхилиться если нас ударят Накладываем квен перед боем и спавним противников Как вы видите мы травим противников достаточно быстро И выносим их тоже неплохо Пурга вокруг нас замедляет время после убийства противника Что позволяет нам в принципе уклониться от атаки Либо парировать ее Также если вам как и мне в данный момент снесли достаточно много хп Вы можете зайти в инвентарь и выпить эликсир рафора белого Который вам восстановит полностью хп Интоксикация будет большая Но она быстро спадет благодаря навыку быстрый метаболизм Интоксикация у нас с вами 315% Это очень много Если по нам сейчас кто-нибудь ударит Этот человек получит достаточно много урона в свою же сторону Также лето у нас использовал квен Поэтому я решил взять вторую форму квена Которая позволит нам восстанавливать хп Бомбами мы с вами можем травить противников И также наносить именно ядом дополнительный урон при ударе мечом Благодаря пурге мы с вами можем вовремя уклоняться от противников После их убийства Или же например парировать эту атаку и наносить больше урон Также навык отражения стрелами позволяет как ни странно нам их отражать Но поскольку у меня вкачано 3 очка То я могу отправить эту стрелу и обратно в противника Благодаря квену я могу подхилиться Потому что у меня вкачана вторая форма И также несмотря на то что у меня интоксикация уже 80% Я могу принимать эликсиры какие угодно Которые позволят мне либо увеличить мой урон Либо подхилиться если мне это требуется Билд получился достаточно спорный Но неплохо травит и наносит урон противникам Но чтобы мы с вами не были слишком мощными Это у нас нерфится нашим хп То есть у нас недостаточно большое хп Чтобы выдержать очень-очень много урона Я надеюсь что вам понравился этот билд Ставьте лайки под этим видео Нажимайте на колокольчик после подписки на канал Если вы этого еще не сделали Также заглядывайте и подписывайтесь в паблик вконтакте В инстаграм И обязательно приходите на стримы Там мы проходим очень много крутых игрушек Всем спасибо за просмотр Всем до новых встреч И всем пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok